Добрый день дорогие друзья! Сегодня я покажу как изготовить очень полезную в нынешнее время самоделку. Самоделка очень проста и может быть повторена абсолютно каждым. Весь монтаж для упрощения и ускорения сборки я произведу на небольшом отрезке фанеры. Посредством винтов М3 фиксирую два небольших уголка. С помощью клея закрепляю небольшую клеммную колодку. Транзистор закрепляю с помощью винта М3 и соответствующей гайки. В свою очередь электромагнитное реле фиксирую с помощью двустороннего скотча. Каких-либо вибраций или нагрузок устройство испытывать не будет, поэтому такого крепежа вполне достаточно. Осуществляю монтаж согласно схеме. Схема очень проста и может может быть реализована абсолютно каждым мастером самодельщиков. Питание устройства будет осуществляться с помощью блока питания с выходным напряжением 12 вольт. Изготавливать его самостоятельно нецелесообразно. Сейчас они очень доступны и в плане цены и в плане ассортимента. Продеваю провод силкой в отверстие и фиксирую его от вероятного выскакивания. Припаиваю провода и закрепляю блок питания с помощью двухстороннего скотча. Устанавливаю и непосредственно само наше устройство. На верхнюю крышку устанавливаю розетку. Розетка изготовлена из обыкновенного переходника со стандартной привычной советской вилки на евро. Также устанавливаю переменный резистор. К розетке сразу же припаиваю провода. С помощью саморезов скрепляю все в единое целое. Для более привлекательного внешнего вида и для того, чтобы впоследствии было понятно, что за устройство, изготовил небольшой ярлык. Надписи выделяю черной краской. Итак, что же это за устройство? А это устройство задержки включения. В моей стране сейчас тяжелые времена по известным причинам. Отключает электрическую энергию и в момент включения, как известно, существует наибольший риск ее повреждения. Это же устройство включает нагрузку спустя некоторое время. Спустя время, которое мы можем задать с помощью вот этого резистора. Для большей наглядности демонстрации работы подключу к устройству бормашину. Сразу же включаю ее и подключаю прибор в электрическую сеть. Напряжение на входе появилось. Сейчас должно сработать реле и включиться двигатель. Длительность задержки в некоторых пределах можно регулировать с помощью переменного резистора. Вот таким простым способом, изготовив это простое устройство, можно защитить свою аппаратуру от перенапряжения. Конечно, допустим, для телевизора это самое перенапряжение может быть не столь критично. А вот, например, для холодильника, который подключен в электрическую сеть постоянно. И особенно учитывая тот факт, что напряжение появляется и пропадает, например, каждые 2 часа. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку, но посран. Пока.